всем привет и снова мы на природе это значит что мы готовим вкуснейшее блюдо называется она цыпленок табака все секреты и тонкости ждите далее сейчас мы быстренько замаринуем цыпленка пока у нас разгорается огонь часика 2 и будем жарить первое что мы сделали выбрали правильного цыпленка на 800 грамм что мы сделаем в первую очередь удалим все ненужные вещи это два крыла точнее две фаланги удалим шкуру верхнюю иногда она идет с шеи сегодня нет удалили попку теперь вдоль хребта разрежем пополам нашего цыпленка кстати рекомендации если у вас не такой острый нож вы можете просто аккуратненько топориком вот так вот легенько бам и готова пополам удаляем вот эти все ненужные вещи которые не удалили лично и теперь по ребрышкам отрезаем половинку цыпленка отлично опять же если не получились бам и готова со второй стороны проделать ровно то же самое странно с этой стороны очень легко непонятно так дальше я например люблю чтоб было минимум косточек поэтому я удалю все здесь ненужное никакого смысла здесь не имеет быть поэтому все аккуратненько вырежем на самом деле те кто любит покушать с косточкой не вопрос оставляйте я просто очень ну это мое лично не не очень люблю поэтому я удаляю поэтому вы принимаете для решения сами и помните самое главное это готовит с любовью все отлично я думаю этого достаточно мы сделаем одну половинку вот так без костей вторую половинку мы сделаем вот таким вот образом ну чтож маринуем для маринада я использую паприку в данном случае у меня копченая вот хорошую такую жменьку перец красный чили острый отлично теперь я использую кориандр вы можете использовать майоран тимьян все что вам нравится помните вы готовите для себя любимых добавим растительного масла отлично теперь добавим соль хороших таких движиминки добавим лавровый лист прекрасно и можно дать куриные специи она мне такая с интересным цветом и дадим черного молотого перца теперь берем аккуратненько все это превращаем в одну красивую массу хотите можете добавить если нравится сметану аджику тоже будет хорошо здесь нет никаких запретов все у нас честно правдиво готовим вкусно красиво отлично риску цвет смотрите какой цвет хорошенечко вот так вот втираем друзья 4 зубчика 4 сочных мощных зубчика мы даем на нашего цыпленка без него прям ну никуда и меду без чеснока ну и конечно без цыпленка тоже ну что даем минимально два часа два часа цыпленку помариноваться и будем его жарить цыпленка можно жарить не только на вангале его под прессом можно и на сковородке чугунной дома пожарить и нагреливать главное регулируйте температуру температура должна быть умеренной и правильной для того чтобы цыпленок наш полностью прожарился ну что погнали цыпленок как помните один с костью другой без смотрите как промариновался красавчик до цвет поливаем только не надо гнем иначе очень гореть будем теперь мы зажимаем для настоящий пресс так ставим нижней стороной вниз и жарим по 4 минуты спустя переворачиваем и будем румянить вторую сторону видите какая красивая золотая корочка пока у нас жарится цыпленок я расскажу вкратце как можно пожарить дома цыпленка на сковороде берете обычную сковородочку разогреваете и предварительно закидывать сливочное масло и растительное в одинаковом соотношении программ так 40 налили все она начинает шкварчать вы это чувствуете видите сразу закидываете цыпленка накрывать его фольгой и прижимаете здесь работает принцип прижимания то есть то же самое нужно и дома сделать жарим так как я говорю все у вас обязательно получится дома можно жарить на среднем огне 7 минут с одной стороны 7 минут с другой стороны и цыпленок готов здесь мы будем чуть чуть дольше готовить с одной стороны пожарили мы 4 минуты перевернули сейчас дали корочку еще четыре минуты это в общем 8 сейчас добавим еще 4 и еще 4 в общем 16 минут и цепа готов друзья снимаем нашего цыпленка было пробовать итак давайте подытожим цыпленок должен быть хорошо замаринован правильно пожарен не пережарим не высушен ребят пожалуйста давайте будем готовить вкусно давайте не будем пережаривать не смотреть цыпленок был 800 грамм а это соответственно вы должны понимать толщину ну чтож будем пробовать ну что давайте попробуем этих он полностью готов сочный видно что будем пробовать я буду пробовать только так это волшебно я очень волшебный такой запахом чесночка костра огня боже это вкусно спасибо что оставались до конца вы узнали все основные правила то есть никаких правил только вкусно под прессом и быстро никакой пересушенной курицы всем спасибо что оставались со мной всем приятного аппетита тем пока